Первые эпизоды Сёгуна. Неплохо. Устойчивы основы истории о власти, религии и лидерах 17 века в Японии. Познакомились с англичанином и протестантом Джоном Блэкторном. Его интересная ситуация стимулировала выявить подлинную личность. Жизнь исторического подлинника Джона Блэкторна просто не представляется реальной. Решил исследовать. Перейдем к делу. Здесь Сёгун, Джон Блэкторн, реальная история разъясняется. Предупреждаю, видео содержит спойлеры. Псенаж Джона действительно основан на исторической личности. Это Уильям Адамс, родившийся в 1564 году и умерший в мае 1620 года, в возрасте 55 лет, на 20 лет старше средней продолжительности жизни тогда. Он изучал строительство кораблей, астрономию и навигацию в Джиллингеме, прежде чем вступил в Королевский флот. Принимал участие в войне против Испании и Испанской армады в 1578 году. Через 10 лет, в 1598 году, отправился на Дальний Восток с флотом из пяти кораблей, связанными с голландской торговлей с Индией. Голландцы и англичане были союзниками, потому что оба государства были протестантскими и воевали против Испании. Если пройти еще два года вперед, мы переходим к тому времени, когда мы впервые встречаем Джона в шоу. В 1600 году, после полутора лет в открытом море, 23 человека были больны или умирали. Они смогли бросить якорь у острова Кюватю в Японии. На борту корабля у них было множество различных товаров, будь то торговые товары, инструменты или оружие. Например, у них было 19 пушек, которые упоминались в сериале, хотя они были округлены до 20. Тем не менее, у них также было 5000 пушечных ядер и несколько сотен мушкетов, так что вы можете понять, откуда исходил страх перед угрозой. Из 100 членов экипажа, которые первоначально отправились в плавание, 23 были больны или умирали, но когда они добрались до Японии, только 9 выжили, когда они прибыли недалеко от Бунго. Суть. То, что было показано в сериале, было относительно враждебное отношение к и были японские местные жители и португальские священники и иезуиты-миссионеры, утверждавшие, что Уильям и что его команда была пиратами, и что они должны быть казнены по этой причине. Религиозное соперничество существовало между иезуитом и другими католиками и Вильгельмом. Они испытывали отвращение к Уильяму, считая его протестантом. Знаем, в середине 1600-х в Европе велась война, подобное мы видели здесь. Они считали Уильяма угрозой развитию католицизма в Японии. Они хотели укрепить католическую церковь, но Уильям был на пути. Часть экипажа содержались в замке Осаки, в отличие от сериала. В сериале их просто оставили на месте кораблекрушения, а не отвезли в Осаку. Это может измениться по ходу сезона. Уильяму предстояло встречаться с Токугавой Рису, настоящим человеком за Торанагой. Рис стал опекуном сына Тайко после его смерти, как и у нас. В первых двух сериях Торанага заботился о Йехио, пока он не достиг принца. Сказано, что Рису несколько раз встречался с Вильямом Адамсом между маем и июнем 1600-го года, и его расспрашивали о его знаниях в области кораблей, судостроения и навигации. Что было сжато в одну беседу в шоу? В письме, которое реальный Вильям Адамс написал Жене о встрече с Рису, он говорил вещи вроде «Он хорошо меня встанетил, он много знаков показывал мне, некоторые из которых я понял, а некоторые нет. Он спросил меня, из какой земли я пришел и что привело нас в его землю, такую далекую. Тем он спросил, есть ли воины в нашей стране? Я ответил ему, что да, с Испанией и Португалией, но будучи в мире со всеми другими народами. Он задавал мне различные другие вопросы, о вещах о верах и многом другом, каким путем мы прибыли в страну. Я, имея карту мира, показал ему пролив Магеллана. Он был удивлен, подумав, что я лгу». Так мы видели во втором эпизоде разговор, где Джон излагал сведения о мире, наиболее вероятно взятые из письма Уильяма Адамса, адресованного его жене, казавшие о том, когда он сел за стол переговоров с Рису. Уильям также утверждал, что Рису отказал в просьбе о его казни, так как оснований не было. Страны воевали, а Уильям не причинял земле ущерб. Вот почему он игнорировал заявления католиков о том, что его следует убить за пиратство. Корабль, на котором прибыли Уильям и экипаж, затонул в Бунго. Рису приказал продать его в ВДО, но путешествие не было не закончено, так как корабль был вне спасения, поэтому судно неизбежно затонуло. Но здесь закончились первые два эпизода сериала. Мы видели, как корабль тонет или плывет обратно. Через несколько лет Уильям Адамс построил первый в Японии корабль западного типа, весом 80 тонн. На следующий год Адамс построил еще больший корабль 120 тонн, близ к размеру корабля, на котором прибыл Уильям. Выжившие с Уильямом, прибыв в Японию, могли покинуть ее в 1605 году и большинство ушли. Следующая часть содержит спойлеры о сериале. Будьте осторожны, если не хотите знать, что произошло. Став доверенным лицом Сюгуна, Уильям Адамс стал его советником по дипломатии и торговле. Уильям Адамс стал официальным переводчиком, усвоив язык и культуру. Воспринимал страну иначе. Он носил японскую одежду, предпочитал быть среди японцев, когда приезжали англичане. В конце концов, ему позволили свободно входить во дворец и общаться с Эйсу. Несмотря на уважение Токугавы, ему не разрешили покинуть страну, в отличие от других членов экипажа. За преданность знания удостоил его двумя мечами, дав власть самурая. Уильям, как его звание, умер и родился самурай, стал известен под другим именем. Несмотря на запрет на уезд, Уильям все еще посылал деньги Жене Мэри, оставшейся на родине в Англии. С его новой жизнью и идентичностью в Японии он женился на другой, и у него было двое детей, сын и дочь. В письмах, которые писал Уильям, он упоминал, как он уважает и заботится о народе Японии и о его цивилизации. Я думаю, что это то, что мы увидим в сериале. Одна из первых реплик, которую персонаж Джон Блэкторн сказал, что когда он прибыл, он называл их дикарями. Но я чувствую, что мы идем увидеть, как меняется это мышление, и он начинает уважать их. Даже в паре эпизодов, которые у нас были, вы видели, как меняется мышление и формируется уровень уважения. Помимо построения отношений, которые Уильям установил с Токугавой, он также способствовал развитию и установлению торговых прав и пропусков, которые связывали другие страны. Так что, как вы видите, в истинной сценарии Уильяма Адамса, вдохновившей вымышленного Джон Блэкторна, много общего. Сигун имел сына по имени Джон. Это, возможно, причина использования имени Джон в вымышленном персонаже. Интересно заняться исследованием этой истории после просмотра двух серий, и можно увидеть ее повествование. Очень похоже на реальную документацию. Интересно, до какого уровня они опустятся в деталях Джона Блэкторна, кажется, что шоу сфокусировано на многих вещах. Ну вот и все. Сигун Джон Блэкторн – реальная история разъяснена. На этом видеоколичном процессе. Программа.